Продолжение следует... 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 Уже и для пациентов ранним раком молочной железы, по сути, если так вот рассматривать, это большая популяция больных, которая нуждается в определении данной мутации. Потому что особенно важно пациентам в группу неблагоприятного прогноза при наличии мутации БРС в режиме поддержки у нас будет возможность в скором будущем эффективно контролировать данное заболевание, улучшать прежде всего выживаемость. Мы говорим об излечении. И вот о БРС-ассоциированном раке яичников здесь, казалось бы, все так ясно и понятно, что по сути всем пациентам с серозными эндометриоидными карциномиями высокой степени злокачественно рекомендовано молекулярно-генетическое тестирование. И в случае для пациенток третьей-четвертой стадии заболевания с высокой степенью злокачественности и с мутацией в генах БРС, ответивших полный или частично ответ на плате, на содержащую химиотерапию, в первой линии рекомендовано проведение поддерживающей терапии лапарибом. В стандартных дозировках достаточно высокий уровень убедительности рекомендации. И что хотелось бы отметить, что по сути здесь мы видим аналогичные рекомендации, в том числе и русско. Отмечено, что при лечении рецидивов рака яичников лапариб может быть назначен вне зависимости от мутационного статуса гена БРС, в то же время члены рабочей группы отмечают, что в настоящее время отсутствует убедительная доказательная база, поддерживающая лечение лапарибом. А вот как все-таки быть в той ситуации, когда у пациентка уже наступает, в принципе, вот как быть дальше, если мы говорим о поддерживающей терапии у пациентов в комбинации с бивоцезумабом. Как вот здесь быть? Ведь, по сути, если пациентка получает в поддерживающем режиме лапариб, то бивоцезумаб по современным рекомендациям отменяется. А вот есть доказательная база исследования о поддерживающей терапии препаратом лапариба в комбинации с бивоцезумабом, пациенток впервые выявлено распространенным раком яичников. И здесь вот, соответственно, поддерживающая терапия рекомендовалась в течение двух лет, либо лапариб в комбинации с бивоцезумабом, либо просто бивоцезумаб, первичная конечная точка выживаемости без прогрессирования, вторичные конечные точки также есть на слайдах. Что мы получили? Первичная конечная точка лапариб в комбинации с бивоцезумабом статически значимо увеличила выживаемость без прогрессирования. Кроме того, достигнуты вторичные конечные точки и выживаемость без прогрессирования преимущественно во всех указанных практически во всех подгруппах. Но что еще важно? Что около 50% пациентов с исследованием ПАОЛА-1 имели HRD положительный статус, о котором Евгений Наумович сегодня говорил. В принципе, основан вот этот HRD-тест на исследовании ПАОЛА-1, основанный на результатах оценки геномной нестабильности и наличия или отсутствия берсея мутации для присвоения пациенту статуса, HRD-статуса. И что было показано? Что выживаемость четко коррелирует в зависимости от мутационного статуса берсей. И здесь мы совершенно четко видим различия в данной выживаемости без прогрессирования у пациентов, получающих лапариб с бивоцезумабом или просто бивоцезумаб в зависимости от берсея ассоциированного наличия берсея мутации. И что хотелось бы сказать, что да, выживаемость, на данном слайде мы видим выживаемость без прогрессирования в зависимости опять-таки от HRD-статуса. И я хочу тоже потом выслушать мнение Елены Санны по этому опыту, по результатам этого исследования. И значим увеличение выживаемости без прогрессирования второго наблюдалось последующего у HRD положительных пациенток, независимо от статуса мутации генных берсей. Профиль безопасности препарата лапариб-кобинация с бивоцезумабом в исследовании ПАОЛА-1 совпал с профилем безопасности, полученный в предыдущих исследованиях. И выводы, которые были сделаны, что ПАОЛА-1, 2-е исследования, в котором изучено применение лапариба при впервые выявленном распространенном раке яичников. И единственное рандомизировано исследование третьей фазы по оценке применения ингибиторов ПАР в комбинации со стандартной терапией бивоцезумабом. И еще, что очень важно, безусловно, хотелось бы отметить, что при применении лапариба в комбинации с бивоцезумабом наблюдалось улучшение показателей выживаемости без прогрессирования вне зависимости от стадии заболеваний, предшествующей неодевантной химиотерапии по сравнению с монотерапией бивоцезумабом. И вот еще тоже тот самый вопрос о повторном применении ПАРП-ингибиторов у больных, уже получавших ПАРП-ингибиторы. И вот недавно совсем были опубликованы результаты, такое неоднозначное исследование, что выживаемость без прогрессирования у больных с бессеассоциированным раком яичников, у них, соответственно, уже получавших в режиме поддержки изначально алопариб, у них выживаемость без прогрессирования составила 4,3 месяца в группе алопариба против 2,8 в группе плацебо. И здесь применение алопариба позволило достоверно увеличить выживаемость без прогрессирования, на 43% снижение относительного риска прогрессирования на фоне алопариба против плацебо. И пациенты, ранее получавшие терапию алопарибом, в течение длительного срока получали несколько большее преимущество от терапии. Я благодарю за внимание и сразу прошу, с учетом небольшого времени, оставшийся последний доклад, Елена Александровна его сразу прокомментировать. Большое спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Елена Александровна, Ваш комментарий. Нас никто не комментировал, а Вас комментируют. Нет, в начале тоже, Владимир Федорович, комментировал. Да, да. И потом мы продискутируем обязательно. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за блестящее выступление. И вот поскольку Вы попросили в таком формате прокомментировать близкую для меня тематику в отношении рака яичника, акцентировать внимание, во-первых, хотелось бы с позиции меня как онкогинеколога подчеркнуть значимость хирургического лечения в комбинированном лечении рака яичника, поскольку продемонстрирована однозначно успешность оптимальной циторедукции, демонстрирует лучшие результаты беспрогрессивной и общей выживаемости больных раком яичник. Поэтому сейчас большие тенденции и доказана эффективность оптимальной циторедукции, будь то первичной, будь то интервальной циторедукции, с максимальным направлением уйти в R0, чтобы оптимально уменьшить и резицировать опухолевые очаги брюшной полости при третьей и четвертой даже стадии рака яичника. И это действительно продемонстрировано улучшает результаты и беспрогрессивной выживаемости, и общей выживаемости. Но, естественно, лечение рака яичника – это комбинированное лечение, и лекарственное лечение, и хирургическое лечение, и стандартом так и остается поклитоксилокарбоплотин в лечении рака яичника, будь то, как мы не назовем эту линию, одевантную или лекарственную терапию первой линии. И вот опции таргетной терапии, а здесь звучавшие препараты Био-Цизумаб, действительно продемонстрировали эффективность. В результате это хорошо известное исследование 218-ое, икон 7-ое. И, в общем, на круг и то, и другое исследование показали вначале хорошие результаты по беспрогрессивной выживаемости, а по общей выживаемости здесь достоверного лучшего результата не было продемонстрировано, но в подгрупповом анализе было продемонстрировано эффективность таргетного препарата Био-Цизумаба в группах высокого риска, то есть пациенты с R1 после хирургического вмешательства, либо вообще без хирургического вмешательства, либо пациенты с асцитными формами. Поэтому вот в этой ситуации однозначно Био-Цизумаб тот препарат, который является препаратным выбором назначения дополнительного поддерживающего лечения у этих пациенток. А в отношении парп-ингибиторов, да, действительно, последние несколько лет эра парп-ингибиторов мы свидетелями эволюции лекарственного лечения рака яичника сейчас являемся. И здесь есть результаты. Мы больше сейчас с вами говорим о исследованиях СОЛ и ПАОЛа, поскольку у нас алопарип только зарегистрирован в Российской Федерации, но также есть еще и нейропарип исследования ПРИМа, который в Европе зарегистрирован и в Соединенных Штатах, где тоже продемонстрировала эффективность поддерживающей терапии парп-ингибиторов. И что интересно, сейчас вот эта вот опция в так называемом первичном лечении рака яичника, да, все однозначно понятно в рецидивном раке яичника, здесь уже как-то нашли свою нишу парп-ингибиторы, а вот теперь уже в нише именно первичного лечения рака яичника, поддерживающей терапии, то есть к стандарту так называемого одевантного лечения, или мы назовем его первая линия лекарственного лечения рака яичника. И вот здесь вот поддерживающая терапия, здесь как раз-таки парп-ингибиторы идут в ногу со временем и уже встраиваются в лечение, показывают эффективность в лечении, в поддержке в первой линии химиотерапии. Здесь вот эти исследования представлены у меня ПРИМа и Паула, которые как раз-таки вот произвели революцию еще с 2019 года, позиция парп-ингибиторов вот была рекомендована в первой линии химиотерапии рака яичника, поскольку есть результаты и ПРИМа, и Паула, по нейропарибу и по алопарибу, лучшие результаты без прогрессивной выживаемости у пациентов на поддержке парп-ингибиторов. И не буду повторяться, да, продемонстрирована однозначно эффективность среди пациенток БРК-носительниц или HRD-мутации, суммирующие тоже поломку в наследственном факторе. Действительно, результаты Паула продемонстрировали эффективность. Но вот основная проблема остается среди пациенток HRD-негативными пациентками. Если Паула, то, что демонстрировала Татьяна Юрьевна Семеглазова, на круг демонстрирует, если не делать выборку по БРК, HRD-мутации на круг, да, выигрыш среди пациенток, получавших поддержки алопариз-бевоцезумаба. И, в общем-то, по результатам этого исследования мы и по инструкции по применению этого препарата совершенно законно с одной стороны можем назначить эти препараты комбинацию для пациенток первичным раком яичника в качестве поддержки. Но вот если под анализ взять, мы видим, что в HRD-негативных пациенток выигрыша от этой комбинации мы не увидим. Хотя есть результаты 218-го под анализа и прима, где даже HRD-негативные тоже выигрывают от комбинации. Поэтому вот эта проблема HRD-негативных пациенток, она остается. И вот здесь выбор за, вот, наверное, еще точки не поставлены. А в свете имеющихся вот результатов, в частности, ПАОЛА, результатов исследования в отношении поддержки и в отношении лечения первичного рака яичника и поддержки использования ПАРП-инкибиторов. Если мы говорим, вот здесь такая схема, это вот как бы личное мнение автора, но сейчас дальше покажу рекомендации, которые у нас записаны в русско-21-го года. Если руководствуется именно вот этими исследованиями, которые у нас имеются, второй и третьей фазы, то, в общем-то, если пациентка первичный рак яичника, стандартная химиотерапия по клетоксилокарбоплотин, и дальше, вот если она получала биовоцезумаб на фоне поддержки, какой вот вариант дальше продолжения лечения у этих пациенток? В общем-то, если это HRD-позитивные пациентки, то по результатам ПАОЛА добавление ПАРП-ингибиторов. И вот по результатам именно ПАОЛА, то здесь, получается, мы идем в необходимость назначения комбинации, потому что у нас строгой вот группы отдельные сравнения биовоцезумаб против ПАРП такой вот группы нет, и поэтому мы здесь можем много дебатировать. Если мы пациентку лечили без биовоцезумаба, и в поддержке ее не было, а дальше обследовали, и она HRD-позитивная, то здесь совершенно логично и показано добавление ПАРП-ингибиторов. Если это HRD-негативная пациентка, вот это вот самая проблемная группа пациенток, которая вот мы понимаем, что по прогнозу крайне негативная. И здесь, конечно, клинические исследования. Единственное, что если мы возьмем исследование Прима, там, где нейропариб был, там некоторый выигрыш был от использования нейропариба среди пациенток с HRD-негативным статусом. Но получается, вот и как-то изначально меня учили, как вы видели, вот излишняя комбинация, да, соответственно, и излишняя токсичность. И, в общем-то, вот та комбинация биовоцезумаб плюс аллопариб в ПАОЛА, в общем-то, наверное, хотя по профилю токсичности демонстрируют достаточно переносимый профиль, но, в общем-то, логично и понимая позитивность HRD-статуса и понимая, что на парпингибиторы пациентка должна отреагировать, в общем-то, совершенно, на мой взгляд, логичны вот эти вот рекомендации, которые сейчас существуют в русском, вот в отношении поддержки пациентам раком яичника. То есть, если у пациентки был биовоцезумаб в сочетании с химиотерапией, поддержка его продолжается, как положено, в течение 18-22 введения. Но если в процессе, и здесь у нас это, в общем-то, в русском прописано, если в процессе химиотерапии первой линии в сочетании с биовоцезумаб у больной была выявлена мутация генов БРК, рекомендовано перевести больную на поддерживающую терапию аллопарибом, отменив биовоцезумаб. То есть, в общем-то, руководствуется клиническим опытом и логикой совершенно закономерны вот эти рекомендации. Однако, вы видите, ссылка есть, что зарегистрирован в РФ, но не входят в клинические рекомендации, одобренные Минздравом. И по аллопарибу, это уже прозвучало, да, с серозным раком яичника. Наличие герминальной или соматической мутации в генах БРК-2 однозначно назначается в поддержке. А вот в отношении, ну, с тестированием HRD-статуса, я думаю, тут проблема остается в возможности доступа к тестированию. Поэтому, на мой взгляд, тоже достаточно правомерная рекомендация, если был оценен результат, что противоопухолевый ответ был на химиотерапию первой линии. То есть, в качестве поддержки аллопариб тоже рекомендуется. Это вот рекомендации русской, которые, в общем-то, можно использовать. Спасибо за внимание.